МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Президент Беларуси сегодня с рабочей поездкой наведал Гомельскую в область на контроле, выкананне дарученне по будавництве Нового моста Праспрыпять. Курс на повышение. С 1 мая у Беларуси узрастут пенсии и дитячая допомоги. Новое житё будок Ашалёвского района. Про переемность поколенню, работу депутатского корпуса и планы на будученню рассказали мясцовые жихары. Свята воды. Сегодня у областным центры почали работу городские фонтаны. А зараз об гэтым иншим больше подрабязна. Президент Беларуси сегодня с рабочей поездкой наведал Гомельскую в область на контроле, выкананне дарученне по будавництве Нового моста, який излучает Туров и Житковичи. Керавнику державы доложили об организации переправы прозраку Припять, технічным стане аварийного моста и проекте его реконструкции. На переддне на нараде у Минску президент даручил завершить будавництва до 7 листопада. Так само Александр Лукашенко наведал Туровский молочный комбинат. Гэта предприемство пачало свою працу пять годов тому. И оно уже стало центром притягнения и сыровины, и працонной силы для всего региона. Так само дае три чверти агульного объему промысловой вытворчасти Житковицкого района. Тут працуют 320 человек, середняя зарплата больше за тысячу рублёв. Па час рабочой поездки керавнику державы так само доложили об социально-экономичном стане района, выканайне доручэння у падобра упарадкованні и развиці города Турова. Працонная пенсия у Беларуси с 1 мая павялічатся у середнім на 5,4%. Отповедный указ на пярэдадні подписаў президент Беларуси Александр Лукашэнка. Документам прадугледжывается пероразлик пенсии у сувязі з ростам середній заработной платы у республіцы. У Беларуси с 1 мая вырасте бюджет пражиточнага минимуму. Гэта прадугледжена пастановой Мінпрацы. Пакашчик павялічыцца на 3,6% и складзе 206 рублёв 58 копеек. Прапарцый на росту БПМ зменяться и некаторая дзятячая допамоги. Так, одноразовая выплата ў сувязі з нараджэнням першага дзятяці складзе больш як 2065 рублёв. А при нараджэнні другога и наступных дзятей амаль 2900. У Беларуси прадягваецца правядзенні суботніх тэлефонных линий мясовых уладаў. 28-га красавіка з варуты грамадзян будзе прымаць першы намеснік старшыні Гомельска ха Аблвы Канкама Александр Мікалуцкі. Нумар тэлефона 33-12-37. У Гомельскім Харвы Канкаме прамую лінію правядзе таксама першы намеснік старшыні Александр Сівакоў. Звертацца трэба па нумары 33-09-59. Прамые лініи будзь працаваць з 9 до 12-1. Шмадзетныў маладыя сэмьі, дзеючыя вытворчасті і добраўпарадкаваныя населіныя пункты. За 32 па шарнобульскі гады сітуація ў Гомельскай в області зменілася кардынальна. Йісторія і сучаснастю маторіялі Олега Сінцюрова, які сёння наведаў Будакашалюцкі район. Пасяць шарнобульскай катастрофы ў Забалскім сэльскім савеці Будакашалюцкаг районна отселіли 7 населіных пунктів, ў гады бочэх 200 па дворку. Основну ўчастку будзьку пахавалі, але нікатуре дамы захаваліся до нашага часу. Потам не стала і сэльскага савета, яго тарэторію долучэлі до сусіднега Широковскага. Зараз, навед, чашка загадацца, дзе яшчыя 30 гадзі таму знаходзіся жылые дамы і вытворчай пабудовы. Тады ж маткому здаваося, што ўсё самая добра засталося ў минулым. Сьёня на могилках було га пасёлку Весёлый Курган собрались і былые прахаджані приходу, які нікали узначалі ў Михаила Адарченка. У свой час балаславління на паступління ў семінару ямодав митрополіт Минскі-Султкі Филарет. Михаил Адарченка помёр ў 98-м, ў 44-гадав ў зросте, але память об імі живе і зараз, і він даваў ўдзям веру, яка да памагала жыць. Благодарацю Михаилу не толька духовно они укріпіліся і возросли, но нікатарых отец Михаил, будем так говорять, дажа лічил, не толька словом, но он займался, кстати, получил балаславління і лічил травами, кстати, потому що молитва і, скажем, какой-то чай, настой памагал ўчы многім людзям. Час приїзду дземочной групы, агрогородку Широкая займайся, деконструкція дитячай працівки, і ліпу выдавалі, каля семі годів тому, але за минулый час і она сасарала морально і фізично. У необходності такого об'єкту у місцовому сей савіці Пиракананы, пост Чарнобыльскі час разгублінності прайшов, у вёсты знову нарожаюця діти. Сюня в Широкім, каля 20 шмаддетніх сем'їв, для сучасного сельського населенного пункта, гэта немало. Они продолжают жыть на территории самого населенного пункта, т.к. либо работають здесь, либо имеють какие-то приусадебные участки, т.е. дополнительные возможности жить, работать і иметь свою сельхозпродукцію для своїх життів. Для вороження питань, які охвалюють населенніство, у Будокошелівському районі створен інститут помощників старшині сельських советів. А про чатаху, що місяць тут проводиться День депутата, зудеалом депутатів національного сходу обласнох, районних і містових советів. Проблемы, які зв'язані на собственні Чорнобовській катастрофі, на їх уже не уздамаються. Саме важливі, що випадки, піднімаються на рівень і депутата Палат, і представників інших рівень, вони знаходять своє розрішення. І ми искренні благодарні нашому парламентарію в тому, що все випадки завжди удовлетворюють наших избирателів либо роз'ясненням, либо консультациям, либо практическим його рішенням. Ахова праці – молоді работніки, особлива уразливі. Сьогодні у Гомілі прайшов обласний семінар про меркаваны до сусвєтнага дня Аховы праці, які будзе значатся завтра. Зараз на Гомільшчі не працює, каля 50 тисяч медиків. Зрабіць працю кожна га безпечнай, адна з головних задач, абкама профсаюзів, роботнікаў Аховы здоров'я. Не усе ведаюць, але дзейнаць звыше 50% медработнікаў праходзіць ў шкодных умовах. А крамя таго, яны ризыкуецца трымаць профсійныя захворванні. Напрыклад, сухоты. Насчасті, летоць такіх выпадкаў ўжо не было. Незафіксавана і сё літа. Палябшаюцца сітуація із вытворчым травматызмам. У Галіні Аховы здоров'я, гэта часті за ўсё дарожна транспортнае здарынні. Напрыклад, чатыры гады тому было восім такіх выпадкаў. Летоць ўсяго два. У першым кварталі гэтага года не однаго. І ўсё ж такі, пачас семінару прагучала Прапанова провесті зудзелам супрацовніка ўдзяржаўтой инспекцій пазаплановы экзамен для водіцеляў і тых, хто мае дачынення да обслуговування медыцинскаго спецтранспорту. Саблюдзінія вопросов охраны труда, именно прикасов, нормативных документов по охрані труда среді медыцинскіх работніков занимают особое внимание как администрація, так і профсоюзных комитетів. Некоторі медыцинскі работніки, они работают во вредних условіях труда. Поэтому соблюдіння именно законодатіства о труде плюс создання безопасних услові являється одно із главных. Приклад бездакорной організація оховы працы – Республіканскі навуково-практичны центры радіаційної медыціны і екології чалавека. Тут адкрылі школу маладых спеціалістів, дзе новым работнікам адаптавацца до непростой і адказной медыцинскай справы дапамагаюць не толькі інженеры па охове працы, але і психологі. Спевы, танцы, веселый гоман і счастливые усмешкі. Сёння у Гамельчан саправдная свята. Урачыста адкрытый сезон фонтанов. Гэта адна з самых ярких падзей, якую чакаюць сотні тысіч жіхароў обласного центра кожную вясну. Наша здымочная брыгада так сама наведала некалькі грацкіх пляцовак с фонтанами. Фонтан на площу Пирамогі на самой справе называется Салют Пирамогі. У народі яго празвали Пяшчотна, Дзьмухавец. Вакул яго завсёды шматлюдна. Молодь, мать з маленькими детьми, просто прохожі, які пропыняються тут отпачить. Действительно, является радостным событием для всех жителей города Гамеля. И я поздравляю наших гамельчан с тем, что с открытием фонтанов в городе Гамеля мы ассоциируем приход тёплого времени, приход лета. Для всех горожан нашего прекрасного города и железнодорожного района это большое событие. У нас великолепный фонтан, наверное, самый лучший в городе. И место это в городе очень любимо. И молодыми жителями города, и пожилыми. Здесь постоянно, многолюдно. Фонтан побач с цирком так само одно з любимых местов для приемного отпачинку. Медь таки пригожий, свежий куточок на головной улице города, да сподобы кожному же хором. Очень символически, что прямо на открытии фонтана выглянуло солнышко. И мы, когда выходили из дома, был дождик, а сюда пришли, здесь совершенно другое настроение. И люди улыбаются, и детей много. Очень приятно, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. Каждый вечер с друзьями проводим здесь время. И вот поэтому пришли посмотреть, когда откроется таки фонтан. Много новых знакомых, знакомства. Просто приходишь сюда как в родное место, здесь все друг друга знают. Весновые святы протягиваются. 1 мая гомельчан запрашают на концерт на забавляльную программу, якая пройдена летней эстраде Палацево-Паркового ансамбля. Початок Аупоудния. Плануется выступление переможцев областного тура республиканского конкурса «Новые имены». А так само духового оркестра. Глядачу чакают викторыны, конкурсы «Весновая фотосушка» «Флэшмоб». Марина Джала, Елеса Рудзянкова, Михаил Рабко, телерадиокампанія «Гомель». Заховаем свет разом. Выниковый четвертый тур 12-го областного конкурса читальников пройшел у Гомелі. Финалисты декламовали выдатные творы белорусской поэзии перед журой, якое складалося с гомельских письменников и поэтов. Усе талиновитые читальники представляли свой родный куток Гомельщины. Послухать их отправилася Марина Джалая. Не чапайте сестричку мою, не чапайте, я в шляшу лыжжевым, вы меня закопайте, кровь возьмите до дна, кровь возьмите, только вверху до мова отпустите. Творшее споборництво, якое организовало областное отделение союза письменников Беларуси, присвятили одразу тром знаковым датам. 80-ю годзю Гомельской в области, 80-ю годзю дня народжения поэта Анатолия Грачанникова и 100-ю годзю дня народжения поэта Леонида Гаурилова. Усягого конкурса удельничали каля полутра тысяч юных прихильников беларуской литературы з усіх кутков Гомельщины. До фінішного этапу добралися 16 хлопчиков и девочинок. Их обрали за маль 90 удельников. Для конкурса рыхтовали читання на память урывка створа беларуських аутару. Яны гэтэя творы безумовна вучыць аднаго быць чалавекам быць чалавекалюбам любіць ўсё навокал і самая головная природу родны край родную землю родны куточак і безумовна родную мову і безумовна родную літературу. Вось такую звыш задачу ми ставілі і усі гэтэя гады ми працягываем і он отримлювается з великим задовольненням ми бачим сирот конкурсантов дятей які досконалості володают мовой які просто глытають мастерскі книги і у захопленні ад іх і яны пропагандуюць гэтэя книги сирот сваіх аднаготков. Жури було складано абрать самых-самых в иніку працяглих разважанню гран-при досталася Станіславу Макаревичу з Житкавицкого района. Перемогу хлопцу принесла усе таеш крывавая баллада Анатолія Грачанікова. Призовые місці і зачитачам із Гомеля Светлагорска, Октябрскага і Чашэрскага районав. Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадуя компанія Гомель. На гэтым тыдні ў нашай краєні ўспамінають гадавіну катастрофы на Чарнобыльской АЭС. На Гомельщине до памятной даты промеркованных шерах мероприємстваў. Діла багатая ў сугучы слов живых. Адна частка музейной экспазіці складэцэ з царкованай літературы і рэчаў з православнага прыходу вёскі Мікуліч і Брагінськага района. Тут працтавліны унікальныя старадрукованыя і царкованыя кнігі 18-го, пачатку 20-го стагодзя. Гэты захаваныя кніжныя артефакты з высіленых ў выніку Чарнобыльской авары і вёсак. Другая частка экспазіцій таксама распавідая пра тэхногенную катастрофу. Яна ўключаў ў сябе кніжныя выданні, сродкі індивідуальныя абароны і прыборы для вымярэння радыяцій з асабістай колекція ліквідатора наступстваў авары на ЧАЭС Валерія Сяліцкаха. Для юных наведвальнікаў ў бібліатэкі прадугледжаная інтерактыўнае екскурсія. Мы разработали такую небольшу ігру под названием «Радиація мифы і реальність», дзе мы расказываем, што являецца мифам, а што являецца реальністью. Также ўсць вазможність папробуўць ащутіць сябя чалекам, кторый ізмеряець радіасу, пользуцца переборамі і дзетім это будуть очні інтересны. А ў Палацу Румянцевых і Паскевичаў адбывся канцэрт прымяркаваны да гадавіны авары на Чарнобыльской АЭС. У Белай гастінны гучалі шчыры і пранікнённыя творы для саправдных знаўцаў акадамічныя класічныя музыкі. У праграмме «Чорная быль» абуджэння выкананы сачыненні сучасных беларускіх компазітораў Сяргія Бельцюкова, Андрея Якушава, Яугена Глебова і іншых нашых таліновітых зімляков. Гості вечара пачулі, як признаныя шэдэвры музычнага мастацтва, такі малавядомае компазіцыі, нікатарыя з яких ў нашай краэні прагучалі ў першыню. Гэта экспрэсіўныя творы, якія адлюстровуюць крык душы і пакуты, а ў нейкі момент прасвятлення. Яны увасабляюць даніну паміці, загінувшым ў катастрофе на ЧАЭС і трагедую ўсяго беларускага народа. Музычна праграма «Чорная быль» Абуджэння стала фінальным аккордом цыклу концерта ў лекціі «Беларусь. Деалог. Класіка». Гэта сумесны творчы праект вядомаха музыканта, дырыжора, лаурата міжнародных конкурсав Мурада Асуіла і Гомельской областной філармонії. Проект был задуманы, як презентація багатай музычной спадшына і чынных, і замежных компазіторав, які ў розны час працавалі на беларускай зямлі. Как і все проекты, связаны с серьёзной академической музыкой, как было і с первым форумом классической музыки, который ежегодно я провожу, проект был воспринят положительно, но не так, как хотелось бы, потому что люди, наверное, не совсем ещё знают, не совсем привыкли к классической музыке, тем более, что это достаточно специфическая сфера, это отечественная музыка, і мне кажется, что нужно стараться дальше популяризіровать беларускую музыку, учитывая то, что это наши компазіторы, і они имеют право быть услышанными. Гэты, а так сама іншая новіны, вы можете знайсці на нашім сайці у інтернеці, па адресі www.tvrgomil.by Далі у ефірі де-факта і спортивны аглята, я з вами развітваюся, плённага вечарай, да новых сустрічу ефіры. Далі у ефірі де-факта по приметам напоминавшого нападавшого. Сотрудники остановили его. При обыску у него были изъяты деньги і оружие, котре предположительно і использовалось для розбоя. В настоящее время по факту совершения разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый гомельчанин 1985 года рождения задержан. Вчера в Гомеле спасатели вызывали жителей одного из многоэтажных домов в Новобелице. Люди жаловались на едкий запах неизвестного вещества в подъезде. Виновника произошедшего долго искать не пришлось. Мужчину с острым отравлением увозила скорая медицинская помощь. В его квартире нашли вскрытый ржавый металлический баллон, из которого на площади полуметра разлилось неизвестное вещество. Спасатели провели необходимые замеры, по результатам которых выяснилось, что предположительно это был ангидрит уксусной кислоты. Щелочным раствором вещество нейтрализовали. Баллон изъяли для утилизации. Как позже выяснилось, ёмкость с опасным веществом мужчина нашёл на пустыре, принёс домой и попытался вскрыть. Почувствовал недобогание, вызвал скорую помощь. В Добружском районе школьник в наушниках попал под поезд. Инцидент произошёл 25 апреля около 8 утра в 30 метрах от станции Носовище. Подросток направлялся в школу из посёлка Семёновский, где проживает вместе с родителями. Железную дорогу он пересекал в неустановленном месте. До оборудованного перехода было 50 метров. Рано утром подросток 2002 года рождения, переходя пути в неустановленном месте, попал под грузовой тепловоз с сообщением «Руговец Гомель». В настоящее время подросток госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу, проводятся проверочные мероприятия. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. 29 апреля финиширует регулярный этап первенства Беларуси по мини-футболу. Заключительный тур ответит на два главных вопроса. Кто возглавит турнирную таблицу по итогам гладкого чемпионата и как будут выглядеть четвертьфинальные пары. Всё понятно с составом первой восьмёрки, но не с расположением команд. Пока только «Гранит», «Виттен» и «Столица». Зарезервировали за собой восьмое, четвёртое и третье места соответственно. Гомельской дружине ВРЗ, возглавляющей турнирную таблицу в 30-м туре, достаточно просто не проиграть. Задача непростая, ведь соперник «Гранит» – одна из самых непредсказуемых команд чемпионата. К тому же матч пройдёт в Микошевичах. Нестандартная площадка может сыграть злую шутку с гостями. Если вагоностроители сохранят лидерство, то в четвертьфинале им достанется всё тот же «Гранит». Лид Тельмашу, идущему вторым, в таблице в поединке со Светлогорском нужна только победа. Самая закрученная интрига в противостоянии за места с пятого по седьмое. На пятую строку и право сразиться в первом раунде плей-офф «Святе» нам шансы имеют «Гомельская БЧ», «Могилёвский форт» и «Столичный дорожник». Причём свою судьбу «БЧ» и «Форты» будут решать в очном поединке. Победитель матча в «Могилёве» займёт пятое место. Дорожнику, чтобы подняться выше седьмой строки, нужно обязательно обыгрывать столицу. Завтра стартует полуфинальное противостояние в женском баскетбольном чемпионате Беларуси. Состав пар вполне ожидаем. Баскетбольный клуб «Гомельсош» путёвку в финал будет оспаривать в серии против действующего чемпиона «Цмок» и «Минск». Безоговорочный фаворит тут столичная команда. Соперники в нынешнем сезоне встречались восемь раз. Гомельчанки не смогли добыть ни одной победы. Серия до трёх побед стартует двумя поединками в Минске 28 и 29 апреля. Победителя второй пары предугадать сложно. Гродненская «Олимпия» в таблице по итогам регулярного сезона располагается выше столичного горизонта. Но плей-офф есть плей-офф. Завтра хоккейный клуб «Гомель» подведёт итоги минувшего сезона. Но церемония награждения команд клуба состоится в Ледовом дворце. Команда экстралиги в сезоне 2017-2018, напомню, добыла два трофея. Это кубок Салия и победа в турнире развития. «Гомель-2» стал чемпионом страны в высшей лиге. Воспитанники с «Дюшор» хоккейного клуба 2000-2001 годов рождения выиграли золото первенства страны. На сборной Гомельской области составленная из воспитанников «Дю США» Гомеля и Жлобинского центра Олимпийского резерва завоевала бронзу республиканской спартакиады школьников. Церемония награждения 28 апреля начнётся в 17.00. Вход на трибуны Гомельского ледового дворца свободный. На этом пока всё. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова